12 июня 2013 года. Москва, Калужская площадь. Сегодня здесь собрались на марш граждане России, которые хотят быть свободными и жить в свободной стране, а не в той Раисе, которая вечно в Пердё и в которой появились политические заключённые. У Путина в этот день съезд какого-то фронта. Престарелый мачо, ни дня не служивший в армии, не наигрался в солдатиков и собрался на войну. У нормальных граждан марш против палачей, реанимированных чекистским инквизитором. Спектр широкий. От коммунистов, либералов и ЛГБТ до националистов. Любое действие начинается с того, что человек заявляет о том, что он не согласен с существующим положением вещей. И видит, что другие тоже. Каждое такое мероприятие определённым образом работает на сплочение людей. И это уже само по себе важно. Ну и кроме того, я действительно рассчитываю, не сильно, но тем не менее какая-то такая надежда есть, что, может быть, товарищи, у которых сжался карательный орган в своё время, может, немножко одумаются, поймут, что вот они посадили там всякого рода людей, которых считали злодеями, зачинщиками беспорядков и так далее. Всё продолжается. Может быть, эти люди всё-таки не очень виноваты. Может быть, хватит? Я, впрочем, такого рода добросовестность не очень верю, но вдруг. Надо же давать людям шанс. Не обошлось и без фаеров. Таким образом, радикальные националисты обозначили своё присутствие. Но наивысший восторг у демонстрантов вызвало появление Алексея Навального, которого прочат в главные соперники Собянина на предстоящих мэрских псевдовыборах. Почему вы здесь сегодня? Я здесь, потому что я... В чём смысл этих маршин? Ну, смысл в том, что, если власть не будет на них реагировать, это превратится во что-то другое, более опасное. Я думаю, что там прекрасное всё понимание. Именно поэтому они так и не хотят, чтобы были марши, чтобы были митинги. Там люди не глупые сидят, по большому счёту. Они, может быть, там другими негативными качествами обладают, потому что точно не отсутствует ума. Поэтому я думаю, что не нужно власти доводить народу до того, чтобы эти марши превратились во что-то другое. Власть пытается убедить саму себя, что народу становится всё меньше, а это не так. И поэтому каждый раз, когда мы выходим и показываем, что ничего не поменялось, само собой не рассосалось и не рассосётся. Это очень важно. А что нужно сделать, чтобы рассосалась, наконец? Ну, чтобы власть сменилась? Ну, нет. Чтобы сделать, чтобы рассосалась, власть тоже может делать какие-то шаги навстречу, потому что она может принять меры к тому, чтобы вот эту холодную гражданскую войну, которая идёт у нас в стране, прекратить, выпустить ребят, которые сидят пойти на совершенно конкретные уступки, политические реформы. И на основе этих политических реформ можно делать и шаги в экономике, и в социальной сфере. Я много раз говорил, что я считаю правильным открыть, по-настоящему открыть региональные выборы. Ну, было бы у нас несколько нормальных левых губернаторов, может быть, как бы был либеральный губернатор, но пусть каждый бы и покажет, на что он, собственно, способен, и насколько он эффективен, и что он может делать. Я считаю, это нормальный путь. А если этого не произойдёт, то эта власть падёт, потому что она сама спровоцирует бунт, и в результате этого произойдёт смена. Мы видим по тем законам, которые вносятся в Думу, например, по тем репрессиям, которые он осуществляет. С кем он хочет воевать? Он хочет воевать с нарождающимся гражданским обществом, с так называемым креативным классом, который его отвергает, Путина. Он хочет вообще воевать со всей прогрессивной частью российского общества. Он нас хочет загнать в какой-то полутоталитарный режим с какой-то мракобесной идеологией. То есть он хочет нас загнать на задворки третьего мира куда-то. А мы против этого. А мы разве не там уже? Ну, мы можем оттуда выбираться. И Россия, как раз вот эта дата, 12 июня, она связана с тенденцией всё-таки ухода от этой клаки, в которой мы оказались. И Советский Союз оказался в конце своего существования. А нас опять пытаются обратно загнать. Нам придумывают всё время какой-то там свой особый путь. Особый путь – это значит пожизненная власть Путина. Вот что такое особый путь. Нам такой путь не нужен. Нам нужно современное демократическое правовое государство. Словосочетание «Болотная площадь» уже многим набило оскомину. Уж сколько можно туда ходить? Пора что-то делать. Но что именно? Внятных предложений от критиков марша так и не поступило. Возможно, они уже вооружились и ждут приказа из законспирированной ставки супертайного вождя и вот-вот выступят. А пока – знакомые речевки, транспаранты, плакаты и флаги тех, кто вышел, чтобы повторить своё «нет» политическим репрессиям. Чекистам люстрация свобода русской нации! Чекистам люстрация свобода русской народной конституции! Похоже, конфликт между свободолюбивым народом России и властью Путина абсолютно неразрешим. Кто-то должен уйти. И, скорее всего, должен уйти Путин. Видите, как он боится? Собственный народ опять, как и год назад, выставил целый легион войск. Ау, отрешивайся! Ау, отрешивайся! Ау, отрешивайся! Ау, отрешивайся! Власть выставила полки бойцов и внедрила в толпу своих сексотов. Сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом окопный, увидев плакат со своим портретом, выхватил его, свернул и убежал Аки Краснодевица, опозоренная до свадьбы. Таинственный недоштирлиц Лёша Улыбка, уже ставший звездой социальных сетей, шнырял внутри колонны демонстрантов, отсвечивая невозмутимым, как силикатный кирпич лицом. Молочам! 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 Прежде всего, личное самоощущение, что ты все еще не овощ. И это очень важно. Потому что их-то задача нас, так сказать, по грядочкам подровнять, добавить удобрений, иногда плевать. А нам хочется по-всякому, по-разному, вот, как говорят, свободу. Значит, у овощей свободы не бывает, только у граждан. Молочам! Пройдя болотную, демонстранты разошлись по домам. Мимо кордонов с оцеплением и конной полицией. Кто-то скажет потом про очередной слив протеста, а кто-то возразит, напоминать подлой власти о существовании свободных граждан всегда полезно. Марш против палачей в защиту политзаключенных собрал в Москве от пяти до десяти тысяч граждан. Свобода отнимается незаметно. Пять за пятью, шаг за шагом, сантиметр за сантиметром. И когда общество осознает это, иногда бывает слишком поздно. Но сегодня еще не поздно. Общество осознало это и заявило на марше. Нам нужна свободная Россия. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова